Продолжение следует... 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 Говорящий В общем, как говорится, фильм смотрю по этому компьютеру А, вертолет еще пролетал, знаете, так очень низко-низко, наверное, прямо над нашим домом тут Вертолет такой покушала, приготовила себе Рис я еще вчера варила, в общем, приготовила такой салатик Рис вареный, потом имитированная красная икра Куриное яйцо вареное, да, овосики Подсолнечное масло, майонез Так что вот, ну такие вот дела Покушала с хлебом, потом покушала еще торт Ну а с утра я кушала, в первой половине дня с утра кушала салат из помидор С подсолнечным маслом, с майонезом, персик Так что вот, пила кофе с этим тортом Так что вот, вот такие вот дела Александра Татьяна Юрьевна, мое новое имя, учиться, фамилия Татьяна Салмановна Мактун, Сейфудин Такая красотка, богиня и звезда, просто фея А, мне еще звонили сегодня из-за Росдолга Росдолга, ну, я подняла трубку Обычно, если я записываю на видео, то я записываю Ну, поняла, они говорят, Росдолга я повесила Так что вот, разговаривать я с ними не стала Он ничего там, фиксировать номера, что ли? Васенька, ну что мой хороший? Ох, смотрите, полиция, 0825, получается Росгвардия Росгвардия, обратите внимание Росгвардия, мужчина побежал Мужчина побежал, полицейская машина проехала Росгвардия, мужчина прошел с пистолетом Так что вот Васенька, мой красавец Васенька Я, кстати, сегодня ходила Также в магазинчик Магазинчик Призма Васенька, что такое? О, еще одна машина полиции 116-47 Полиция ОМВД России По Приморческому району А вы говорите, не работают Знаете, как они быстро едут? Вызвали, быстро приезжают Ну тут мужчина такой дебошири Он правда здесь, вот здесь Перед моим балконом ходил За ним вот этот вот Вышли из магазинчика Семишагов Такой мужчина Худой Метр восемьдесят, наверное Таких, у него такие там Трусы из-под джинсов Это, так скажем, это торчали Так что вот Такие спущенные джинсы, трусы Он всем тут возмущался Он был без ничего Он был просто У него, ну там, футболка или что-то И в джинсах он был У него в руках ничего не было Так что вот Васенька, Васенька Васенька Васенька, ну что такое, мой говорящий мальчик? Я же снимаю тут Ты хочешь на подоконничек? Васенька Ну ладно, ну Васе Васе, мой хороший На подоконничек? Да, я тебя не взял это, ну ладно Видимо, я тебе сейчас Я тебя взял это, Source Я тебя взял это, ты что-нибудь Ты хочешь? Я тебя взял это, пу verlёф do Эт convicted Это не то Вот оно там Я тебя взял это Та-та-та-тенемец Та-та-та-та-та-та М��но Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Продолжение следует... 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 еще немцев показывают нам этом фильме немцы играет сына этого этого нашего артиста как там знаменитого артиста его сын играет он показан как немец но там девушка понравилась все таки знаете я так вот делаю вывод что среди какой-то интеллигенции и среди немцев тоже знаете такие по типу порядочные люди ну как бы там ну типа важно нужно идти и среди них тоже найти интеллигентная порядочная в общем как-то ну вот заставляли воевать ну все разные вы понимаете научить так интересно сейчас буду досматривать спиртный опрос найти смотрел так уже два часов 23 минуты так что вот я так понимаю две машины и модели машина не хватило они решили две машины здесь один один мужчина всего я не знаю вот эти вот вот эти вот огромное количество мужчин вышли на одного мужика он такой подвыпивший был в руках у него ничего не было джинс он такой худой худой джинсы у него спускались он ругался трусы были семейные видны и в руках у него ничего не было и они всем магазинам на этого мужика мужик этот ругался о чем-то они такого вот о чем-то говорили я просто отдыхаю смотрю фильм отдыхаю сегодня сходила на долгоозерную уже на долгоозерную поискала мою кошку про спирочку зашла в магазинчик 5 озер в призму на там я ничего не купила потому что баджет баджет там очень большой торт разноцветный большой просто квашина 700 с чем-то рублей и что такое еще так я обратила внимание а когда я уже выходила на кассе там был мужчина такой очень интересной маски у него знаете типа такая бирка волатуре она была красная маска когда необычная маска не бросилась в лицо что он какой-то необычной маски был на кассе что-то оплачивал на правой кассе потому что я выходила вот так он лицом как бы стоял я уже на кассе оплачиваю покупки так что буду еще на ужин салатик а так у меня помидоры в общем кушаю помидорки очень люблю знаете салат из помидор так что будет с чесночком помидорки еще яйца в общем сварим будем с моим котенком еще яйца кушать вареные куриные который купил магазинчики семишаков так что вы а также вы видели вот этого мужчину раджа его зовут и он так был вот его уже не только тут скажу этот магазинчик с ним пара раз разговаривал несколько раз разговариваю каждый раз когда захожу нам работает на и хава и он не спросил хава и у меня куда нормально великолепно что вы хава и он со мной по-английски как-то так иногда что мы сегодня дискашн был дискашн там еще женщин пищи дискашн был по поводу погоды да 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 он у меня спросил раджа чем я занимаюсь и почему-то на шопинг я буду раджа шопинг не по имени он не знал его шопинг делаю шопинг вот прогулялась так собору на долгоозерном так удивился он так удивился по поводу собора как будто бы там собора вообще нету там угол шаврова долгоозерный не буду сходила по загорала теперь у меня шопинг вот шопинг давай на ручки мой красавица он когда в общем васенька пукает яйца без васи в общем что сказать еще еще женщина здесь такая женщина там такая возрасте шла в магазинчике вот они говорят в индию хорошо в индию там я говорю только чем в индию сейчас такая погода как в индию вышел жара а женщина стала говорить что ой но это моментами это где как так что вот у нас жара моментами это женщина стала говорить так что вот его ну да где северный ветер дует конечно не очень жарко а так в принципе жарко там люди затем на этом на бульваре вышли на долгоозерный бульвар там люди там мужчины пенсионеры женщины пенсионерки загорают прямо это вот разделись я была женщина пенсионерку около собора на траве там она разделась стоит короче вот это стоит там раком еще раздевается такая тетенька знаете с целлюлитом лет 70 сейчас там наверно разлеглась когда я гуляла там купальники там позагорать прямо там на траве так что там люди загорают что собаками гуляют потом она попал впереди меня эта женщина была такой разговор был потом она впереди меня была нагнать на 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 кассе ну васенька мой красавец мой красавец ну да там немцы там что там немцы там одного офицера там это они этим и сказали за одного немца будем вот среди мирного населения 10 человек расстреливать поставили там к стенке расстреляли девятерых лески там ну в общем это одна вот это вот это офицер одно то спас это было куда-то так бежал атаковать тащите какую-нибудь другую ну вот я вам пересказывал уж там его там загрузила может посмотреть сейчас еще буду смотреть за фильм васенька я подружу смотрела уже не стоит как это вот мрачное что-то такое просто еще раз объяснял вот этот смех на партсобрании там 25 лет колыму так что по всей строгости закона а знаете как еще в сталинские времена от этих к там еще как найти как офицеры мне так думал говорили еще сценарий спешу сценарий точно не знаю там еще посмотрю за интернет те которые здесь там расследую там вот это вот все там знаете вот это вот относится каким-то таким этим органам или так далее что вот я думаю там тоже очень строго было те кто там расследовали так далее и наверно тоже говори пойди вот выясни узнай найди докажи или сам поедешь так что вот все ли самому придется отвечать поэтому работали поэтому работали была мотивация находили они так я думаю что в те это я точно не знаю за интернете еще я думаю что такой порядок было не плохо работаешь что туда тоже на колыму поедешь и все короче нахуй думаю что так это раз судя по тому что вот это с мешок на этом собрании вот это и туда там такая строгость наверно было что они эти вот это вот отчетность все надо посмотреть надо поднять историю очень интересно что ну что-то историческое если пришлось историческое говорить снимать но у нас все таки история немножко в общем как-то какие-то времена как-то подзабыли когда это было где сороковой год 40 60 80 лет назад 80 лет назад так что вот такие вот дела да васи да васи мах этот васи ну васи в медитации васи медитирует ну да ну да карта альфа банка работает сама вася . ком мой котенок показывал мне свое сердечко ну вася ну вася ну вася ну такой красавец вася такой красавец вася такой красавец текст на кое-что даже напечатал вася кое-что напечатал на компьютере да вася вася ну и все поэтому я так понимаю что в сталинские времена бумагу туалетную в сосиски не добавляли был гост гост по госту работали ничего не добавляли так как добавишь вы поняли да ну что вас не будет смотреть фильм или нет или лучше депрессивные эти немцы вы знаете как там показали смотрите показали границу там в общем этот говорит вот смотрите сколько народу там спасли может быть такого бы яростного наступления не было вот давайте доложим что они уже смотрите концентрируются эти немцы а тот ему начальник говорит приказа такого нету приказа такого нету что они напасть не могут понимаете вот это вот посмотрите вот и говорит вот они замечены вот они концентрация явно что-то готовится нужно доложить в штаб а тот говорит отставить не надо докладывать посмотрите вот фильмы как сказано сколько донесений было а сталин все равно вот он у сталина была вот такая вот позиция какая-то очень странная я даже не знаю я даже точно не знаю а то что тут и фильме тоже сказано между прочим что один офицер говорит так это смотри им нужно противо какое-то зимнее масло для этих потом эти танки у нас же зима такие специальное масло нужно и технику переворожить и людей вот эту на зиму вот эти в шубы надеть и вообще вот это много всего они ведь и готовились за три месяца они готовились за три месяца до москвы дайте они думали раз и до москвы дойдут так что они думали летом начать понимаете это летом начать и до зимы вот это вот и все вообще на эти такие вот думали вот это за за три вот это месяца а потом знаете еще решили что знаете вот это вот должна быть какая то вот это раса будем там специальных людей вот это вот выводить знаете вот это вот какие-то вот это все эти решили они уже знаете как-то вот это вот знаете война войне розе возника пукать яйцами возник когда елся пукать яйцами понимаете если вам не нравится например какая-то раз или какие-то там разрез глаз или какие-то люди которые от вас отличаются это не значит что у вас есть такое право в общем делать им какие-то такие глаза как у вас или чё что-то понимаете если такая вот эта нация понимаете не знаю как называется нации в общем как там вы поняли это примерно так же как найти какие-то там деревья растения вам не нравится и вы говорите вот сейчас мы все этих выкорчеваем скрестим там что-то вот этих растений вот мне не нравится вот она нам было сколько лет а вот вам она не нравится а вы решили вот из этого растения сделать гибрид и чтобы этого растения не было а создатель неба и земли вот создал понимаете вот почему там не знаю там разрыли и различные фрукты и ягоды вот эти вот вырастают знаете вот этих фруктовые деревья там фрукты очень просто так да была создана создателем неба и земли эти растения изначально я имею ввиду не те которые может какие-то знаете это скрещенные а вам они не нравятся а вы решили что вы знаете это растение оно должно быть другим это примерно ну это значит я его примерно растение перевела ты что это такой вот эти чтобы вы не куда-то вот в этом да сенька вот в оси ну что сказать там уже все успокоилось уже успокоилось ну не стала вам показывать того мужчину мало ли знаете который бежал может и на розыске я так его засниму понимаете который там депоширка за которым машина ехал кто знает а хотя вот тот мужчина тот просил видео там кто-то снимал на мобильный телефон так что вот засняли они его ну подумали подумал мало ли вот это засниму а мало ли там чего знаете а мне это надо конечно не надо в общем у васенька пошел кушать васенька пошел кушать здесь у него уже и бананчики и это васенька есть свой корм так что вот корм васенька кушает свой царская рыбалка с рыбой это васенька отпустила этот раз как и пиончики ах какие цветы красивые красивые, цветы красивые, а так вот очень вкусный торт, австрийские пироги, так что вот вчера, сегодня кушу австрийский пироги, очень вкусный торт, так что вот, как я сказала Василию Врияновичу, теперь чтобы покупать австрийский торт с клубникой, нужно торговать нефтью и газом неоднократно, так что вот, ну такие вот дела. Я думаю, что все-таки в сталинские времена, знаете, там это еще, знаете, такой порядок, знаете, какой-то такой вот, как-то я, ну точно не могу сказать. Кому, знаете, было дано распоряжение, кого дало посадить, и кто-то не посадил, то будут сидеть сам и вместе с теми. Это я так догадываюсь немножко, потому что вот чек, чек, здесь у меня 21-я, 06-я, 20-я, 16-16, так что вот, в 16 часов, 16 минут, по чеку 273, я произвела покупки за мои наличные деньги, значит так, Тахиров, Тахиров, Умед, Умедкон, Умедкон, это что, имя у него такое? Это кассир, так что вот, я купила туалетную бумагу за 29,99, губку для мытья посуды за 19,99, гель для душа, шампунь для душа, 29,99, мыло туалетное, 3 штуки, 74,97, полотенца, 2 рулона, 39,42, крупа перловая, 22,99, яйцо куриное, 39,99, хрен столовой, это я почитаю из чека, хрен столовой за 35,99, мусорные пакеты за 14,99, капуста белокочанная, 33,68, заплатила 342 рубля, получила сдачу, так что вот, это все произвела за мои наличные деньги, там еще мужчина собачку искал, там бегала собачка, когда я выходила, когда я входила в магазин, там бегала собачка, выходила женщина и сказала там мужчине, который вышел уже по поводу собачки, что там собачка бегает в магазине, так что вот, потом когда я вошла в магазин, этот мужчина подошел туда и стал спрашивать по поводу собачки, я говорю, да кого она, посмотрите, около каст бегает маленькая собачка, а женщина, которая про эту собачку говорила и которая выходила из магазина, напомнила мне соседку, я точно не знаю, я эту женщину видела, я не знаю, в общем, в нашей парадной я эту женщину видела два раза, один раз в лифте, в общем, пару раз ее видела, это может быть соседка ниже этажом, которая живет ниже этажом, так что вот, я однажды с этой женщиной ехала в лифте, это во-первых, пару раз ее видела вроде как на втором этаже, но я, знаете, особо, в общем, как бы, поскольку я не знаю, в общем, это, судя по всему, это соседка ниже этажом, возможно, даже та, которая живет вообще подо мной, точно вам сказать не могу. так что вот, а я в этой квартире живу, проживаю 24 года постоянно, прописано 29 лет, вот будет 27 июля, как я здесь прописано 30 лет уже, мне 48 лет, 20 июня 1972 года рождения, у меня вчера был день рождения, так что вот, вы хотите, чтобы я сняла себя красоткой-суперзвездой или, как вы знаете, свет по-разному падает, я просто вам показывала, да, это все я, смотрите два моих канала в YouTube, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин на русском, на английском языке, больше 4000 видео, на каждом видео я, это я, я была Александрова Татьяна Юрьевна, 46 лет, я официально поменяла имя, отчество, фамилия, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин в 2018 году, так что вот, вот такие вот дела, так что вот, сейчас буду смотреть фильмы, ну это я легла на мою леденную кровать, кстати, среди вот этих людей, которые я вам сняла на видео, был еще мужчина, так что вот, из магазинчика вот этого вот, семи шагов, я с ним когда-то же сговаривала, много месяцев назад, Михаил Маратович, у меня от него чуть-чуть сердечный приступ не случился, так что вот там нужно выяснить вообще, на самом деле, что там было, что он от меня хотел, так что вот. Васенька, а не надо трогать, не надо трогать компьютер, так что вот. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин у вас там просто немножко допросит если вы виноваты вас посадят на если вы не виновны вас трогать не будут а если виновны то по всей строгости закона и по такой строгости закона вот засмеялись на партсобрание 25 лет колыму так что вот имейте это ввиду ватенька у нас на полу ванной воняет общественным туалетом как такое может быть потому что записываешь просто вот на пол я уже заколебалась там убирать ватенька не надо меня злить подписывает писает котенок у меня писает прям на пол что просперочка писала там а там же вот это под ванной особо вот как там вы мышь писает прям на пол в ванной комнате от мою воняет общественным туалетом так что вот вот такие вот дела у нас 21 июня 2020 20 часов 53 минуты так что вот это что какой ложь вы по поводу меня написали имейте ввиду за всю ложь то что вы обо мне написали по всей строгости закона вот то что написали по всей строгости закона получите за всю эту ложь васенька не надо трогать меня за ногу эти очень прошу и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии 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 Долго будете объяснять Смотрите продолжение в следующей серии 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 Потому что я уже выслала Бокшироходовый фундейшн около 5 тысяч долларов за оформление моего гранта. Ну, они мне написали, что еще я уже, знаете, уже 3,5 года не могу эти деньги получить. Что нужно еще 45 тысяч долларов для трансфера этих денег сюда, для меня, Санкт-Петербург, Раша. Так что вот. Теперь они как-то пишут, что я не очень серьез, не очень серьез, как-то вот это. Ну, я выслала 5 тысяч долларов на оформление моего гранта, конечно, выслать 45 тысяч долларов. Как я вам могу выслать 45 тысяч долларов, когда я не работаю? У меня зарплата была в последний раз, когда я работала в журнале правоведения с 1990 по 1995 год. И то там, если хлебные карточки выдавали, талоны на питание, 90-е годы были. А так у меня диагноз не апатия, я не работаю. Так что вот, так что писать мне, что я, I'm not serious, ну, в общем, как-то вот это вот. С другой стороны, может быть, я в каком-то смысле, знаете, если отнестись к этому серьезно и ждать эти деньги, понимаете, каждый день, ну, вы поняли, да, уже 3,5 года. Я вот как бы вот на самом деле подумала, что племянник короля Саудовской Аравии, Салмана Алсауда, как-то выяснит этот вопрос. И если он выяснит мне, напишет, тогда уже на таких условиях я могу у кого-то попросить деньги, чтобы кто-то заплатил за перевод этих денег, чтобы этому человеку вернуть эти деньги. Ну, чтобы я попросила такие деньги у кого-то, мне нужны какие-то вот эти гарантии, что такие деньги пришлют. И в частности, ну, знаете, я там стала писать, что да, я прошу, чтобы меня защитили вот от соседей, которые хотят отобрать мою собственность и мое имущество. Ну, лучше, знаете, вот это вот, выяснить вопрос по поводу моего гранта 10 миллионов долларов и привезти мне эти деньги, я уж сама найму себе охрану и буду сама себя защищать. Так что, вот, я уже давно рассчитывала, рассчитывала еще 3,5 года назад, что я получу эти деньги, найму охрану и буду как-то спокойно жить, спокойно, зная, что меня охраняют. Так что, вот, конечно, нужно это сказать на английском, возможно, я вам напишу. Так что, это я? А также я неоднократно уже писала, уже многим писала. Каким-то образом, если вот это, как мне помочь, то это вот договориться в бокширах отвод фундейшн, чтобы оплатить за пересыл этих денег для меня. Чтобы я вернула из этих денег, которые я получила, 10 миллионов долларов. Чтобы найти того, кто оплатил пересыл этих денег, чтобы мне привезли мой грант. И чтобы я с этого гранта тому, кто привезет эти деньги, чтобы я вернула эти деньги за пересыл, вы понимаете, да, речь идет об этом. Хотя они теперь просят всего лишь тысячу долларов. Я сейчас могу вам тут же показать мой кошелек, у меня там опять 350 рублей. Как говорил Алла, не надо нас смешить. В общем, не надо их смешить. И, в общем, как-то вот так вот. Так что вот такая вот стори. Я просто надеялась, что богатые, знаменитые, такие известные люди, они как-то между собой, наверное, друг друга знают. В общем, как-то, ну, я уж как-то, в общем... А, знаете что? Я же вот там, Варну Павлу, сначала заслала там, наверное, 10 моих видео. Знаете, я вам тоже, знаете, сначала я вам зашлю, вы знаете, когда вы пишете, how can we help you? Имейте в виду, я сначала вам зашлю 10 моих видео, там, 2004, 2008 год, 2018, 2019, 2020, и напишу, что, да, у меня есть к вам вот эта просьба или вопрос. И я на каждом этом видео, чтобы вы знали, кто у вас спрашивает. Вот, в разные, там, я в Америке, там, я, потому что была замужем за Барри Максолом Данский, там, это, на фекте с Китлород я жила. Так что вот мои, там, американские видео. Зашлю вам 10 видео и напишу, что, вот, кто с вами переписывается, то есть это я, на этих 10 видео я, чтобы вы имели в виду, что, как я выглядела, там, знаю, в 2004, 2008 году, 18, 19, 20, ну, чтобы вы представляли, кто вам задает этот вопрос. А, кстати, вот, кстати, Алвалы Бенталау мне писал, что на одном из этом, сейчас я сейчас открою, как они могут, ну, через какой-то деловой, там, вот этот, как он может связаться или на меня посмотреть, или что-то в этом роде, где-то это было, по-моему, здесь же было. Сейчас, смотрите, подождите. Нет, на другом вот этом. Меня можно, у меня есть скайп, у меня есть скайп, по-моему, номеру телефона, мой номер телефона вы можете посмотреть в заявлениях полиции, когда я напишу заявление в полицию, я оказываю мой номер телефона. Смотрите, набираете мой номер телефона, мое имя, отчество и фамилию, как у меня, ну, на там, на английском языке, с такой, знаете, буковкой, ну, вы поняли, да, А, в общем, ну, Татьяна Салмана Маком-Сайфудин. У меня скайп, вы можете посмотреть меня по скайпу. Мы с вами можем поговорить в прямом эфире, напишите мне ваш скайп. Кстати, я вот ему заслала, значит, сейчас, знаете, может быть, он мне там что-нибудь написал. Смотрите, по скайпу. Я с вами согласна поговорить по скайпу, даже, в принципе, не видя вас. А вы меня можете видеть, потому что у меня вот камера, видеокамера, вы мне напишите. Вы мне напишите, что вы мне поможете или так далее, вообще, в принципе, если хотите посмотреть. Я прям включу, у меня на этом компьютерный скайп, я надеюсь, я подключилась к этому скайпу. Так что вот, мы с вами даже можем поговорить, вот включу скайп, даже можем в любом варианте поговорить. Знаете, там, покрасивше, знаете, вот смотрите, я же вам вот этот компьютер, я пронесла, знаете, по всей квартире. Могу как-то красиво выставить, знаете, так это себя, так это, в более красивом виде, могу так это вот как-то вот это. В общем, в разных вариантах вот пронесу тоже по всей квартире, вот по скайпу могу поговорить, на английском. На английском, а все объясню. Так что вот, на меня можно посмотреть, но не просто, знаете, что вот это вот, как бы вот это, а вот в таком вот, сейчас, знаете, нужно, наверное, скайп открыть, сейчас я посмотрю. Скайп, ну правда, сейчас, может быть, он мне что-нибудь ответил. Потому что я ему послала много вот этих вот, этих, как называется, скайп, скайп, сейчас посмотрю, откроется сейчас скайп, сейчас я их подключу, вот эта штучка, но сейчас подключить. Момент, сейчас, сейчас все организуем. Матенька, почему у нас туалетом пахнет? Почему у нас пахнет туалетом в этом, в ванной? Сейчас организуем, сейчас организуем это скайп. Вот, смотрите, вот здесь вот, смотрите, могу ли я с вами пообщаться? Да, 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 вот здесь он пишет, по скайпу. Смотри, напишу, по скайпу, по скайпу, смотрите, я написала, по скайпу. Записано еще, где вы находитесь, по скайпу. Так, смотрите, скайп, 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 вход, моя страница. Скайп, вход, моя страница. Спасибо, Васенька. Спасибо. Так, через фейсбук, ладно, через фейсбук мы не будем. Так. Спасибо. Так. Спасибо. Чуть-то я куда-то не туда зашла, а сейчас это там все. Сейчас я через свой телефон найду. Ох, номер телефона, а, ну да, здесь номер телефона, да, здесь нормально очень, 7, 981, смотрите, 7, 981, 845, 61, 82, 61, 82, далее. О, смс-ка пришла, пришла у меня смс-ка с кодом. Значит, код, разовый код, 69, значит так, 69, 87, 709, 87. Страница недоступна. А что такое? Ошибка. Я даже не поняла, а что недоступна? Очень интересно. Почему моя страница недоступна? Наверное, куда-то не туда вошла, что ли? Ну ладно, сейчас я это удаляю. Это я удаляю. Я удаляю, а что она недоступна, ничего не могу понять. Что она мне недоступна? Я не знаю, какого-нибудь другого назвавайте. Дальше. И так далее. Не надо сдрать стулья, я тебя очень прошу. Нах, это Бася. Сейчас буду салатик из капусты делать, салатик из капусты. А, вот я вошла, смотрите, вот я вошла. Вот, обратите внимание, это моя страница в скайп. Смотрите, вот, начать беседу в скайп, страница, интересно, он у меня ответил, вот что-нибудь. Смотрите, вот, 12-го, 6-го я вот эти вот послала, значит, посмотрим. Начать беседу. Вот, смотрите, ну давайте здесь посмотрим. Давайте введем сообщение. Сейчас я напишу. Смотрите, напишу сообщение. Спрашиваю, как у него дела. How are you? How are you? How are you? Смотрите, заслала. Я вам прислала сообщение. Имейте в виду, вот со мной можно пообщаться по скайпу. Сейчас посмотрим, есть ли у меня какие-нибудь, что-нибудь такое, нет, издомлений. Смотрите, вот это мой скайп. Вот он. Татьяна Соломановна Мактурса и Фудзин. Сейчас у нас 21 часа, 24 минуты. Сейчас это видео я загружаю. Так что вот, видео я загружаю. На мой канал Ютуба. Вот такие вот дела. Сейчас только место на флешке освобожу. Так что вот, пожалуйста. Можно меня посмотреть в прямом эфире, пообщаться по скайпу, поговорить. Так что вот, вы на меня посмотрите, представляете, позвоните.